Девушки отдыхают А можно я тогда этим пирожным своих зверушек накормлю? Да, конечно! Стой! Ты что, не знаешь? Что? Это пирожное так любит! Кто? Твоя си... Пчёлоптицы-пёс! Пчёлоптицы-пёс? Кто это? Ооо, это существо! Живёт высоко в горах! Передвигается быстро-быстро, так что никто его не видит! Оно очень любит сладкое и собирает никто, как пчёлка! Но не в цветах, а в сластях и пирожных! Ух ты, пух ты! Никто ещё не видел пчёлоптицы-пёса! Но точно известно, что он переходит по ночам специально за этим лакомством! А давай оставим его здесь на ночь! Вдруг пчёлоптицы-пёс придёт сегодня! А что? Неплохая идея! Нужно заботиться о братьях наших меньших и о сёстрах старших! Расскажи ещё что-нибудь о пчёлоптице-пёсе! Ну, он похож на большую пчелу с клювом, как у птицы! И покрыт шерстью! У него, как у собачки, есть зубы! Он всё время летает и жужжит! А когда ему хорошо поёт, как соловей! Вот так. Фьють-фьють-фьють-фьють. Фьють-фьють. Фьють. Фьють. Ха-ха-ха. Похоже. Как-то так. Всё, а теперь спать. Я придумал. Я не буду спать сегодня. Я устрою здесь засаду и дождусь пчёлы, птицы, пёса. И сфотографирую, как он будет есть пирожное. Это невозможно. Почему? Потому что тот, кто хоть раз увидел пчёлы, птицы, пёса, тот кричит от ужаса и надолго лишается доличи. Малыш, пойдём спать, солнышко. Завтра проснёшься и поймёшь, приходил ли пчёлы, птицы, пёс или не приходил. А что ещё любит пчёлы, птицы и пёс, кроме этого пирожного? Он любит, он любит. Что он любит? Вот что он любит. Соль любит, чеснок любит и перец просто обожает. А теперь и спать! Он приходил? Да, приходил, ты и видела его. Везёт же! Видишь, я сделал всё, как он любит. Я добавил в пирожное пачку соли, банку перца и головку чеснока. А сам не успел, ты его спугнул. Я вспомнил. Мама просила никому не говорить, но она припрятала ещё одну коробку пирожных. Ради такого случая можно же, вдруг пчёлы, птицы, пёс снова придёт в гости. Я думаю, если мы съедим по одной штучке, пчёлы, птицы, пёс, но нас ведь не обидится. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ Фух, ну и жара. Да ладно! Мне может вообще холодно. У меня даже нет сил с тобой спорить. В эфире новости. Небывалая для наших широт жара держится уже вторую неделю. Учёные ещё не знают, сколько это будет продолжаться, но с уверенностью можно сказать, что глобальное потепление действительно наступило. Теперь-то ты не будешь отрицать очевидное? Дружок! Это я во всём виноват! Я! Всё это началось зимой! Полгода назад было очень холодно. Надо было готовиться к контрольной. Тоска! И тогда я подумал, как было бы здорово, если бы зима прямо сейчас кончилась и наступило лето. Ах, лето, лето жаркое, Лето всё такое яркое, Пауэльц... В тот момент мне и пришла в голову эта идея. Дружок, ты мой фен не видел? Ты хочешь сказать, что запустил в небо фен на воздушных шариках и вызвал этим глобальное потепление? Угу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дружок, не переживай. Скоро батарейки сядут и потепление закончится. Хе-хе-хе-хе-хе. Это были очень хорошие батарейки. И они сядут нескоро. Это моё видеообращение к мировому сообществу. Я, дружок Барбоскин, виноват в том, что устроил глобальное потепление, запустив на орбиту фен, который нагрел воздух. Простите меня, пожалуйста! Я обещаю всё исправить! Как можно в такое верить? Вот инфузория! Я лично отправляюсь в небо! Найду этот несчастный фен и сломаю его! Чего бы мне это ни стоило! Дружок! Стой! Прощай, брат! Прощай, земля! Возможно, я не вернусь, но выполню свой гражданский долг! Сейчас, найдём что-нибудь в подходящий момент. Никуда ты не полетишь! Отстань! Ты чего? Я не позволю тебе делать опасные глупости из-за твоего собственного неверностного! Пусти! Я всему миру обещал! Ты ничего не понимаешь в глобальном потеплении! Как это я не понимаю? Я его сам создал! И чего ты не создал? Учёные сошлись во мнении, что глобальное потепление происходит в результате непрерывного природного цикла. Никакого влияния на этот процесс земляне не оказывают и оказать не могут. А теперь новости спорта. Ну, теперь понял? Так значит, это не я? Земля сама нагревается? Ну, конечно! Ура! Стой! Помоги! Стой, дружок! Держись! Ну вот! Теперь ещё и кеды на орбиту полетели! КОСМИЧЕСКИЙ ШЛЕМ Шлем виртуальной реальности служит для усиления чувства реальности в компьютерных играх. Внимание! Не рекомендуется играть в шлеме слишком долго. Шлем может перегреться и зависнуть. Эй! Ты уже два уровня прошёл. Он сейчас перегреется. А я ещё не играл. Моя очередь! Я же ещё не попробовал красный лазер! Так! Вот! Гена! Он что, в космонавты готовится? Куда? Да! И не в наши, а в инопланетянские космонавты! Туда только за хорошие оценки берут. Завтра улетай! Пока! Братик! Правда, что ли? Конечно, правда! Перебежчик! Я его уговаривал, уговаривал в наши космонавты пойти! Стартовал бы, как все, с Байконура! Домой бы на обед прилетал! А он ни в какую! Пойду, говорит, служить в космический отряд зелёных человечков! Гена, ты что, улетишь на другую планету? Тсс! Его сейчас нельзя беспокоить! Сложнейшая подготовка! Ага! Космический отряд зелёных человечков! Кто же там сварит ему кашу? Мне было так приятно подписывать его дневник! Кто ему скажет с покойной ночью? А если он простудится? Эх, на одного парня в семье меньше! Не улетай! Стойте! Подождите! Девочка, нам очень нужен космонавт в отряд зелёных человечков! Если так, забегайте меня! А что случилось? Стой! Куда шлем потащила? Эй! Не дам Генке улететь к зелёным человечкам! Лизочка, пожалуйста, ну не надо! Хочешь, я за тебя посуду побою! А? Брат улетает! А тебе хоть бы хны? Куда улетает? Какой брат? Лиза, этот шлем очень дорогой! Дорогой? А Гена тебе не долог? Ах! Ха-ха-ха! Ух! Ха-ха-ха! Ну как ты могла мне поверить? Ха-ха-ха! Отряд зелёных человечков! Ха-ха-ха! Гвоздья, Беды! Прощай, братишка! А-а-а-а-а! Мы больше никогда не увидимся! Но я навсегда запомню тебя в этом шлеме! Хе-хе-хе! Прощай, семья! Пора лететь! Меня ждут зелёные человечки! Ха-ха-ха! Ни за что! Ха-ха-ха! Малыш, стой! Гена, я не хочу, чтобы ты улетал! Малыш, я никуда не лечу! Но, похоже, летит папа! Бум-бум, шак-атака! Роза, а пошли в кино! Хе-хе! Нет, лучше так! Роза, может, в кино? Роза, а пойдём сегодня в кино! Или Роза! Вот это да! Ага, ага, минуточку! Привет, Тимоха! Дружок, дома, проходи! Ага, слушаю! Да ты что? Ага! Привет! Привет, Тимоха! Дружок, вот, например, у меня есть друг, и мне, то есть ему, ну, этому другу, нравится одна девочка. Она не обращает на моего друга никакого внимания. Ну, вот что ему делать? Тимоха, а твой друг случайно не в кепке ходит? Ну, в кепке. А его случайно не Тимоха зовут? Передай своему другу, девчонкам нравятся крутые и модные парни. А сегодня в моде рэп. Стань крутым, эмси! Девчонки все твои! Йо! О! Ой, да ты что? А он что? А ты? Вот это да! Я парень крутой, модный такой. Зовут Тимоха, накачан неплохо. Девчонки за мной бегут толпой. Я слушаю, я слушаю. Да. Не может быть! Йо, сестричка, как дела? А у меня, как Саша Бела, я не унываю никогда. С Тимохей все, как с гуся вода. Можно потише, а? Даже по телефону спокойно поговорить не могу. Йоу! Ой. Тимоха, все будет нормально. Но не любит она рэп. Кто ж знал-то? О, сейчас выясним, чем увлекается моя сестренка. Тимоха, все в твоих руках! дружок, это наверное к тебе пришли. не знаю кто, но выглядит странно. Ага, слушаю. Да ну! Ты наполняешь мою жизнь, ангел мой. Я буду петь тебе вечно, будь со мной. Тимоха, ну ты красавец! Будь я русской, не устоял бы. Ну что, порядок? Не уверен. А знаешь что? Она постоянно мексиканские сериалы смотрит. Не оторвать! Может, ей мексиканцы нравятся, мексиканские сериалы смотрят. Ага. 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 А он что? А ты? Ага. Ага. Вот это да! Что? Да в хоккее мне парни нравятся. Тсс. Даже не знаю. Главное, чтобы не строили из себя ничего. Нравится, чтобы парень, ну, просто был самим собой. Да. Самим собой. Самим собой. Самим собой. Вот тебе и бум-бум с шокотакой. А, Тимоха, привет! Роза, пойдем в кино? Пойдем, конечно. Ага. СИМУЛЯНТ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня голова просто раскалывается и горло болит. Кхе-кхе-кхе-кхе. Так в школу не пойдешь. Надо лечиться. Ура! Ура! Свобода! Телек, игры, развлетуха! Мам, а ты чего? На работу не идешь? Конечно, не иду. Кто же тебя лечить будет? Померить температуру. Тридцать шесть и шесть. Есть! Ну, что там у нас? Ого! Тридцать семь и пять. Сынок, быстро в постель. Тридцать шесть и шесть. Тридцать шесть. Тридцать шесть. Тридцать шесть. Температура понизится до четырех шести градусов ниже нуля. Местами до девяти градусов ниже нуля. Ты что здесь делаешь? У тебя постельный режим. Ох. Хм. Дружок, почему ты не в кровати? Иди, иди. Ложись. Гвоздь мне в кеды. Дружок. Вот тебе молоко с маслом и содой. Это тебе ни к чему. Фу. Тут пенка. Пей, это от кашля. Скорей бы Генка с Розой вернулись. А полкан говорит, Мухтан, твои знания бесценны. В природе просто нет такой оценки, чтобы их хоть как-то оценить. Ну, наконец-то! Я вас так ждал! Ну, полкан, полканыч, даёт. Дети. Дружок заболел. Ему нужен покой. Мама, но мне скучно. Сынок, быстро в постель. Кому мороженое? Ура! Мне, 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 мне. Ха! Дырявый мяч! Отлично время провёл! Гвоздь мне в кеды. Мама! Как ты? 36,6. Сама посмотри, я здоров. Я так рада. Значит, врача вызывать не будем. Может, я завтра уже в школу пойду? Ну, хорошо. Раз я иду завтра в школу, то сейчас можно телек посмотреть? Ах ты, мой маленький хитрец. Можно. Привет, Тимоха! Как перенесли? И контрольную? И сбор тетрадей? Сегодня? Элементарная физика. Геночка, ты такой умный! Пожалуйста, сделай мне домашку по физике. Ах... Ах! Спасибо, Геночка! Ты очень добрый! Держи! Не знать таких элементарных вещей! Хотя... Тебе простительно. В смысле? Что значит мне простительно? То и значит, все вы девчонки... А, ладно, забудь. Не, тоже договаривай. Ты хотела сказать глупые, да? Да мы... Да я... Да я... Твою физику в два счёта выучу! Хм... Маловероятно. Скоро вернусь! Так, закон всемирного тяготения. Нет. Поищем другой способ обучения. Выучить за пять минут. Ага. Ага. Нет. Не то. О! Обучение во сне. Ну всё, Генка, держись. Сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы М1 и М2 растерёнными расстоянием пропорционально обеим массам и обратно пропорционально... Фу, что за бед? Ла-ла-ла-ла-ла, мы как Солнце и Луна. Ла-ла-ла-ла-ла, мы пойдём вдвоём туда, где... Сила притяжения ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла между двумя точками, Как солнце и луна, где кончается снега, где прозрачная вода, где цветные облака и обратно пропорционально. Воз, но откуда я знала? Ладно, не дуйся, я знаю способ получше. Геночка, я выучила твою физику И готова поделиться с тобой глубочайшими знаниями Чтобы ты осознал, что девочки поумнее некоторых будут Ну что ж, начнём Итак, закон всемирного тяготения Сила гравитационного притяжения между двумя точками массы М1 и М2 Разделёнными расстоянием пропорционально обеим массам и обратно Хорошо, а закон сохранения энергии? Скоро вернусь! Закон Паскаля Жидкость и газ передают производимое на них давление во всех направлениях Направлениях одинаково Масса 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 Количественная мера Инертности тела Количественная мера инертности тела Хорошо, амплитуда колебания А не так быстро! Ну и большее отклонение тела от положения равновесия Хм... Давление пара Зачем с темы на тему бегать? Всё, нашла! Ой! Ну так, что-то в горло попало Давление насыщенного пара зависит от температуры Масса Уже отвечала И... Изменение формы тела Тело сохраняет свой объём, но легко меняет форму в жидком состоянии Сдаюсь! Спасибо тебе, телефончик! Спасибо, Лиза! Роза! Я записал тебя на городскую олимпиаду по физике! Ты единственная девочка среди участников! Поздравляю! Спасибо, Лиза! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Необычная ночь Сегодня ночью Луна подойдёт к Земле ближе, чем когда-либо за последние две тысячи лет Эй! Мы не будем ждать этого дня, чтобы продолжить наблюдение за поверхностью спутника Алло! Да! Хорошо, папа! Не волнуйтесь! Да, в десять спать! Ага, целую! Пока! Мама с папой задерживаются в гостях Папа сказал, чтобы все меня слушались и что всем пора спать! Удар вызывал извержение лавы из лунной мани Сколько я могу постоять? Где она? Да-да, сейчас! Лиза! Ты не понимаешь, что сегодня особенный день! Сегодня уже ночь! Папа и мама велели в семь в десять ложиться спать А меня оставили за старшую! Но... Не возражай мне! И не вздумайте хитрить! Смотрите, я проверю! Хм! Хм! Безобразие! Левый нападающий! Пас! Полузащитнику! Хм! Гена! Ты спишь? А-а-а! А-а-а! А-а! А-а-а! А-а-а! и дружок по воротам у у киевых раздвоение личности он там и сразу тут их два гены 2 гены а а у а а а а а а а Я держу его! Держи его! Выпайся! Попустите! Эй, вы чего? Гена? Это не Гена. Гена спит. Гена, Гена, проснись. А это не Гена. Это компьютер и подушки. Генка, так это ты! Конечно же я. Кто же еще? А мы думали, ты спишь. Нет, это манекен. Специальное устройство включает и выключает магнитофон. Смотрите. Когда мы открываем дверь, механизм из рычагов и грузов включает магнитофон. А когда закрываем, звук выключается. Вот и все. Хм, оригинально. Потрясающе. Но зачем такие сложности? Да чтобы ты не мешала моим научным наблюдениям. Один раз в две тысячи лет Луна становится ближе к Земле на одну тысячу тридцать пять километров и один метр. И никому в нашей семье это не интересно. Надо же, она совсем близко. Ого! Вот это да! Спорное искусство. Лиза, здесь не твоя личная мастерская. Здесь наша общая комната. Девчонки, там пирожок оставался, вы не брали. Это невыносимо. По комнате пройти нельзя. Выпень все немедленно. Что значит выкинь? Это искусство. У меня талант. Могу поспорить, что дальше этих вазочек дело не пойдет. Вот еще как пойдет. Вот и здорово! Спор, спор, спор! Тогда лепи что-нибудь посложнее, как нормальный скульптор. Спорим? Если не слепишь, моешь комнату всю неделю. А если слеплю, тут будет моя мастерская. И розочка печет нам пирожки. Идет! Лизка, я буду твоим натурщиком. Ты можешь не вертеться? Да хватит тебе лепить. Но я же поспорила. А у тебя получится? У меня получится. Наверное. Нет, тут надо действовать. Наверняка. Есть план, сестренка. Ну вот, вот что у нас, у меня вышло. Моя первая большая скульптура. Оцените плод моего. Оцените плод моего таланта. Я всегда верил в Лизины способности. А где мы его поставим? Нигде. Я уже получила предложение выставиться в Лувле и Эрмитаже. Вот, теперь выбегаю. Лизка, давай закругляйся. Мне очень жарко. Кстати, а где дружок? Ну что ж, наша выставка заканчивается. Спасибо, что посетили. Так быстро? Дай еще немного полюбоваться твоим шедевром, пока его в Лувр не увезли. Я так и знала. Обман! Лиза, это очень некрасиво, обманывать. Прости, сестренка. С тебя уборка. Эх, проспорила. Лиза, у тебя получаются хорошие вазы. Поиздеваться пришел? Мне и так плохо. Я серьезно. Я уверен, что у тебя есть талант. Давай я буду позировать. Все равно у меня ничего не получится. Не попробуешь, не узнаешь. Это что еще за фокусы? Гена, ладно эти клоуны, но ты-то... Гена, Гена, я знаю, что это ты. Какое варварство! Ломать произведение юного мастера! Эх, Роза, Роза. Ну-ка, вот. Ну что, проспорила? Лепи пирожки. Пойдем, Гена. Ну, как дела? Вечером пируем? Я ничего не умею. У меня ничего не получится. Роза, не попробуешь, не узнаешь. ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК Конечно. Я же будущая певица. Я тоже хочу быть будущей певицей. Мы играли в капитана, обошли пять океанов, с братом очень весело играть. Смотрите, какой шустенький. Ты себе долгую по веселу выбирай. Мне, знаешь ли, конкуренты не нужны. А как выбирать профессию? Очень просто. Найди, к чему у тебя талант и вперед. И вперед. Ой, а к чему у меня талант? Ну, я-то откуда знаю. Ищи, пробуй. Лиза, я решил стать доктором. Вот и молодец. У докторов на пение точно времени не хватит. Ой, доктор, а вы можете мне не мешать? Не можем. Раз, сестрица, два, сестрица, приходи ко мне лечиться. И плови, ай, а не пой. Ого, больная. У вас так много давления. Теперь будем нервы проверять. Всё, хватит. Мне это надоело. Нервы совсем плохие. Будем лечить. Всего один уколчик. Не подходи ко мне. Больная, не бойтесь. Не подходи. Вот. Не надо тебе быть доктором, малыш. Мы играли в капитал. Лиза, я буду парикмахлером. Давай я буду на тебе тренироваться. Вот ещё. У меня своих забот хватает. Жаль. А я уже песенку придумал. Щёлк-щёлк-щёлк, да щёлк-щёлк-щёлк, я отрежу волосок. Ладно, тьянилуйся. Только не бой. И не вздумай мне что-нибудь отъезать. Посмотри, какая ты стала красивая. Тебе не нравится? А-а-а! 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 Не понравилось. Лиза, я буду дрессировщиком. Может, не надо дрессировщиком? Надо, Лиза. Надо. Алё, Алё, ты спеши, к нам, голоп. Всё. Ни за что отсюда не слезу. Через обруч. Алё, оп. Нет. Ну вот, не слушается. Плохой из меня дрессировщик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малыш, хватит! Лучше уж будь певцом. Это самая безопасная профессия. Думаешь, у меня есть к этому талант? Талант – странная штука. Его порой не сразу разглядишь. Мы играли в капитана, обошли пять океанов. С братом очень весело играть. Хау-хау-хау. Завтра брат прочтёт мне книжку. Крепко дружим мы с братишкой. Вместе очень весело играть. Хау-хау. Небольшая хитрость. Деда, поздравляю с днём рождения. Поздравляю. Ты теперь волк. Хм, какой ещё волк? Мы ставим спектакль на день рождения дедушки. Волк и козлята. Ну, ты знаешь, он обожает самодеятельность. Мы козлята. Роза – коза. А ты – волк. Хе-хе, нет. Знаю я эти спектакли. В прошлом году в школе выступал. До сих пор заикаясь. У меня таланта нет. Я всё понимаю. Но надо. Ради дедушки. Для дедушки это будет самый лучший подарок. Дружок, нам очень нужен волк. Без него никак. Пожалуйста. Ну, давай. Козлятушки. Ребятушки. Козлята. Это, откройте. Я от того пришла. Это бесполезно. У меня никогда не получится. Спокойствие. Слушай внимательно. У дедушки есть машинка эмоций. Он её сам не раз использовал, когда играл на сцене в молодости. Вот она. Я попросил её ненадолго для научных исследований. Ну что, поехали? Эх, козлятушки, ребятушки, отворитесь, отопритесь. Стой, подожди, подожди. Добавим эмоций и будет идеально. Козлятушки, ребятушки! Ваша мать пришла! Ха-ха-ха! Молока принесла! Ха-ха-ха! Стой, стой, стой! Мы переборщили со страстями. Ха-ха-ха! Козлятушки! Козлятушки! Ха-ха-ха! Бежит молоко по вымечку. Из вымечка по копытичку. А-а-а-а! Козлятушки! Ребятушки! Молодец! Мы живем, не тушим, и все вместе дружим. Где-то бродит страшный волк, он в козлятах знает толк. Ха-ха-ха! Попались! От меня не уйдете! Тук-тук-тук-тук! Козлятушки, ребятушки! Отворитеся, отопритеся! Ваша мать пришла, молока принесла! Что делает? Что делает? Ну, дружок! Ну, талант! Хе-хе-хе! Браво! Браво! Спасибо, внучата! Вы молодцы! Порадовали старика! Спасибо и тебе, дедушка! Я без твоей машинки никогда бы не сыграл! Э-э-э... Не понял. А плеер-то мой здесь при чем? Какой еще плеер? Э-э-это же машинка эмоций! Дружок, ты сыграл все сам! Когда перестал бояться, давно известен факт, что страхи блокируют творческую деятельность. Чтобы ты перестал бояться, пришлось прибегнуть к хитрости. Прибегнуть, говоришь? Подойди ближе, дитя мое! Хе-хе-хе! У меня такие зубы! Хе-хе-хе! У меня такие зубы! Хе-хе-хе! Да! Все мои внучата очень талантливые! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кулинарный шпионаж! ты чего здесь подглядываешь я не подглядываю мы с Айкой в разведке понятно, в разведчиков играете а я с девчонками поспорил кто вкуснее готовит я или они, дедушка судья а то у нас рецепт секретный ну лучше нас никто торт не испечет да я испеку такой супер торт только пока что-то не очень получается а я думал, что торт делать очень просто ага, сам бы попробовал я вот тоже так думал слушай, ты же разведчик разведай мне рецепт торта, который девчонки будут печь а я такой же сделаю, даже лучше зайка, давай поможем дружку зайка, надо разузнать их секретный рецепт ну пожалуйста, ладно зайка, согласен отлично! спасибо, зайка тебе чего? да я так просто а что это вы делаете? тут а из чего? а из всего а давайте я вам помогу спасибо, малыш, но мы сами справимся а можно я посмотрю? иди, иди, не отвлекай нас нечего тут смотреть когда тоут будет готов, мы тебя позовем и угостим я ставлю тесто в духовку а у меня крем почти готов не смей шпионить за нами тебя дружок подослан гвоздь мне в кеды а из чего они торта делают и как дружок собирается выкручиваться интересненько да уж рецепты знать надо лиза, а ты уже положила горчицу в наш торт горчицу? аааааа, горчицу положи пару ложек аааа, еще три редьки две морковки Хрен посолить, попелучить. Не забудь добавить лук. Сметану и перемешать. Украсить огурцами и плавленым сыром. Вот и весь рецепт. А еще три редьки, две морковки. Посолить. Дедушка, вот. Дедушка, начни с моего. Такого торта ты еще никогда не пробовал. Точно. Такого не пробовал. Карамба, очень вкусно. Что? Попробуй-ка. И вправду вкусно. Дедушка, а наш с Лизой торт попробуй. Ну-ка, ну-ка. М-м-м. Хорошо. Очень хорошо. Молодцы. Спасибо, девочки. Да. Но у дружка вкуснее. Ура! Не может быть. Ура! Дедушка, мы с Зайкой тоже торт сделали. Попробуй. Хм. Зайка сказал, что наш торт самый вкусный. А Зайка-то прав. Ого! Как ты это сделал? А рецепт откуда? Разведал. Секретный рецепт мы с Зайкой оставили себе. А тебе принес обычный рецепт из книжки. Хорошо придумал, правда? Мы разведчики. Очень хитрые. Ох, победил малыш. Спасибо. Отличный салат. Салат? Самый лучший дед Самая лучшая семья Хм, не припоминаю. Что тут интересненького? О! Самый лучший дед Узнайте интересы и предпочтения детей Хм, и так ясно Девочки любят наряды Дедки мои Дедушка пришел, подарочки принес Новые бусы? Диск Жанны Киски Вот Ох Ну, давайте, примеряйте скорее Деда, а может потом? Спасибо, дедушка Это что, антиквариат? Не огорчай дедушку Активно поддерживать увлечения детей О! Снимаем с себя все это Трам-там-там, трам-там-там Организуем музыкальный коллектив Один день в городе Ласковый лайк Ударный Барбоскин старший Право-влево, вправо-влево Вправо-влево, вправо-влево А теперь восьмеркой Активней, активней Давай-давай Огонь в глазах Шире улыбка Вот так Ай да молодцы А ну не расслабляться А теперь вокал Мечты заветные Всегда взрываются Мечта не пой Громче! Вы что, мало каши ели? Надежды светлые Пусть исполняются Мечта не пой Еще громче! Еще веселее! Помечтай со мною, деда О летучих кораблях О волшебных берегах И странах спой Спят деревья, великаны И цветочные поля О волшебных берегах Мечтай со мной А что вы здесь делаете? Уровень децибелов превышает Все допустимые параметры Нравится совместное творчество О, у меня же для моих малышей Еще подарки есть Спасибо, деда Но я уже не маленький Не стоит благодарности Давай подержу А ты пока конфетку кушай О, какие интересные увлечения Стой! Не надо! Бежим! Не беда Пусть комната проветрится А мы погуляем Всем на свежий воздух Тихо! Пусть комната проветрится Тихо! Ты не획лась Тихо! Тихо!" Тихо! 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 С cancelled! Тихо! а чего-то я немного подустал пойду отдохну дедушка 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 свою книжку забыл лучшая семья самые лучшие внуки дедушка попробуй вареное лучшее средство от усталость ешь, ешь, ешь а есть одеяло? смотри, как любишь хорошие внуки должны гулять с дедушкой да! да! саблезубая мышь ах, надо же, всего один разочек с малюсенькой горочкой скатился и на тебе Генка, выручай! Ну что там опять стряслось? Вот, у Розы на тренировку попросил! Смотри аккуратнее! Это тебе не какая-нибудь авоська! Эта фирма Собачини накаркала! Ну это мы сейчас! Это мы мигом! Суперскотч! Нано-клей! Геночка! И преобразуются в куколкообразные коконы! Геночка! А? Что? К тебе дружок не заходил? Которые в свою очередь превращаются в куколки! Ну всё теперь! Противное Собачини! Что же я Розе скажу? Скажи, что мышь прогрызла! Роза их страсть как боится! Мышь? Ну-ка дай сюда! Не просто мышь, а саблезубая! Дружок, открывай! Ой, колбасочка! Это приманка! Дружка ловить! Не жирно будет! Мышь саблезубую! У дружка завелась! Если не поймать, всё пожрёт! Игрушки, одежду, сумки! Принёс? Заходи! Поверила? Не очень! Дружок, что за глупые шутки? Верни мою сумку! Лови её! Держи! Убежала! Я их вот оторвал! А-а-а! А-а-а! Значит, то, что я видела... О вы! Пока ты лежала в обмороке, я успел заснять эту особь! Гляди! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Игрушки, что заходят! Ай! Кусаться? Ну, погоди у меня! Не сгалься! Меня не запугаешь! Ты что делаешь? О, а-а-а! О, а-а-а-а-а! Ох! Вот ты как! Я тебе покажу настоящую битву! Ты что, страха не знала? Ах ты ж! Ой, больно! Ой, да что ж такое! Ну все, впередись! А вот так тебе! Трепещи, несчастная! Ура! В атаку! Победа будет за мной! Стой! Куда? Ура! В атаку! А где мышь? Сиганула! Куда сиганула? В окно! Сумма, читая мышь! Эх, жаль! Такой редкий экземпляр пропал! И я сказал себе! Дружок, ты не один! У тебя есть семья! Лиза, малыш, Гена, розочка! Ты должен их защищать! Только вот сумка! Какая сумка? Твоя собачине! Мышь сожрала! Всю! Я так виноват перед тобой! Выходила либо я, либо сумка! Ты, дружочек, конечно ты! Я так счастлива, что ты цел! А сумка пустяки! Видала? Сумка пьяна, как у тебя! Только в ней кто-то такую день сделал! Я же говорил! Это... Это мышь прогрызла! Это вот эта мышь! Острый сюжет! Ни одной толковой строчки! Я бездарная! Лизочка, успокойся! Ну зачем ты из-за ерунды так мучаешься? Это не ерунда! Это конкурс юных писателей! В остросюжетном жанре! Вот! Очень даже острый сюжет! Наша Лизка талант! Ничего ты не понимаешь! Я должна прочувствовать героиню! Погрузиться в действие! Ну о чем я с тобой разговариваю? Значит, почувствовать, погрузиться? Ага! Ну что ж, устроим ей настоящее погружение! Эй, ты чего? Тихо! Так, ага! Да что случилось-то? Очень плохая слышимость! Нужно сократить расстояние! Воска, расскажешь, наконец, в чем дело? Я не совсем уверена, но кажется... Алло! Алло! Служба безопасности! Спасите! Меня преследуют! Хотят ограбить! Понимаете? Я изобрел лекарства от всех болезней! Алло! Да-да! Это величайшее открытие хотят украсть! Да! К вам? Хорошо! Еду! Да, понял! Жди меня! Я скоро! Только никому не говори! Это очень опасно! И что это было? Эй! Кто там? Кто здесь? Этого еще не хватало! Ты уверен, что дома никого? Абсолютно! Иди за мной! Спокойно! Алло! Алло! Полиция! Полиция! Кабель объезли! Сейчас кого-нибудь позову, и мы их обезбредим! Вот оно! Нашел! Не успею! Ну, держитесь! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Вы арестованы! А-а-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Генка! Голоска! А-а-а! Вот это номер! Так это что получается? Вы меня... Разыграли, что ли? Лис! Но мы же тебе помочь хотели! Для твоего же конкурса! Точно! Конкурс! Ну, очень крутой блокбастер Стоп! Больше ничего не говорите! Лиза! Я поняла! Я знаю, как писать! Я чувствую! Эй, а мы? Ликуй народ! Ваша сестра – талантище! Первое место в остросюжетном жанре! Следующий конкурс – любовная лирика! Это будет моя вторая победа! Осталось только проникнуться чувствам! Фигурист 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 Познавал Фигурист 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как? Кажется, ты научился кататься. А у нас для тебя сюрприз. Жюри конкурса согласилась еще раз посмотреть твой номер. Мы организовали трансляцию по интернету. Жюри на связи! Не подведи. Это весна. Лед начал таять и потрескался. Ну, начинай же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ура! Здорово! Ура! Молодец! Ура! Ура! За отличное катание, за сногсшибательную технику и величайшее мастерство дружок Барбоскин получает супер-первое место и награждается супер-золотой медалью! Ура! Ура! Матеря, дружок! Но это еще не все. Жюри конкурса приглашает дружка на международные соревнования по фигурному катанию. Так весна же! На роликах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова